Всем привет! Сегодня я решила приготовить салат мимоза. Я знаю, что этот салат многие готовят по-разному. Я вам хочу предложить свой вариант. Для меня такой салат получается нежным. Он также подходит тем, кто находится на раздельном питании, так как в свой салат я кладу консервы. Консервы лучше брать не в масле, а в собственном соку, либо с добавлением масла. Еще нам понадобится 4 яйца, вареных вкрутую, 2 средние морковки вареные и маленькая луковица, либо половину луковицы. Но это кто как любит, кому-то лука побольше, а кому-то поменьше. И все это потом заправится уже. Я сметаной буду заправлять. Если вы не на диете, можете майонезом, можно перемешать сметану с майонезом, будет вкуснее. Ну, меня сметана 15% вполне устраивает. Вот мой рецепт. Это будет, мимоза будет нежная на вкус. Кто-то, я знаю, добавляет картошку. Я пробовала такую мимозу. Мне картошка там показалась лишней. И вот мне не понравилось. Кто-то добавляет еще какие-то овощи в мимозу. Но я пробовала разные варианты. Вот в гостях там, там. И мне почему-то другие варианты не нравятся. Вот эту мимозу я уже делаю. Я делаю ее очень редко. Делаю именно в таком варианте уже, не знаю, с молоду, наверное. Ею можно украсить стол. Если вы накрываете стол для гостей, то можно ее красиво сделать, чтобы она украшала стол. Ну, я буду делать сейчас ее для себя. Ну, и тем не менее, покажу, как можно сделать ее, чтобы она для стола была вполне очень даже приемлема. Если вы будете ее делать для стола, то лучше взять тогда красивую вазу, а можно прозрачную, глубокую емкость, чтобы эта мимоза там была видна. И так как там будут разноцветные слои, ну, можно, чтобы была ваза, вот именно салатница, чтобы она была прозрачной. Но если не прозрачная, то уже ничего страшного, тоже будет симпатично. Но кто попробует, понравится в любом случае на вкус. Я беру контейнер. Так, как я делаю для себя, буду хранить в холодильнике. В контейнере мне удобно. И потом, если я, допустим, поеду к дочке там завтра, я просто возьму ее с собой и все. Еще нам понадобится терка. Крупная терка, потому что морковь и яйца мы будем тереть на терке. Ну, а лук мы меленько порежем. Я взяла вот такую консерву. Скумбрия атлантическая, натуральная, с добавлением масла. Ну, вот такая. Можно очень хорошо получается, когда сельдь. Она тоже нежная такая, вкусненькая получается. 4 вареных яйца, 2 вареные морковки. Я их уже сварила. И вот небольшую луковицу, ну, половиночку луковицы. Сейчас я луковицу мелко нарежу. Банку консервную откроем. Вот такая рыбка. Вот эту рыбку я выкладываю все вместе с жидкостью полностью. Все выкладываю в контейнер. А теперь вилочкой надо все это размять. Перемешать вот вместе с этой жидкостью, которая здесь есть. Все. Мы вот это помяли. Перемешали все. И вот ровненько положили так, чтобы на донышке было. Теперь нужно лук мелко порезать и сверху посыпать. Лук я меленько измельчила. Меленько порезала. И теперь мы его туда скинем. И равномерно нужно его вот тут распределить. Вот по всей поверхности. Следующий слой будет морковка. Морковку я потру на крупной терке. Морковку варите так, чтобы она не была разваренная совсем. Иначе она будет как каша. Надо, чтобы она была вареная. Ножичком протыкаете, чтобы ножик свободно входил. Но в то же время она, чтобы какую-то форму свою держала. И на терке терлась вот так. Вот так две морковки мы сейчас потрем. Морковку потерли. Теперь ее равномерным слоем выкладываем сверху. И равномерно распределяем. Все, готово. Теперь мы возьмем одно яйцо. И вытащим оттуда желток. Он нам понадобится для украшения. Мы желток отложим в стороночку. А три яйца и вот этот белочек мы потрем тоже на крупной терке. Все, яйцо я потерла. И теперь я его выкладываю тоже сюда. Аккуратненько, равномерненько выкладываю. Я делаю все руками, потому что я делаю сейчас салат для себя. Поэтому я не стесняюсь. Для себя делаю так, как мне хочется. Как мне удобно. Посмотрите, видите уже, какой слоеный тортик у нас получается. Один цвет, другой цвет. Раньше я лук ложила целую луковицу, но мне показалось, что это многовато. Поэтому сейчас я сделала половиночку. Обычно лук еще видим белый. Слой оранжевый, желто-белый. И сейчас сверху я все это залью сметанкой. Сметану я беру 15% поменьше жирности. Если вы делаете салат для гостей, то можно использовать майонез. Кто-то майонезом каждый слой поливает, но мне кажется, это уже чересчур. Поэтому я этого не делаю. Ну и также солить. Я не солю слои, где яйца и где морковь, потому что для меня соль, которая находится в рыбе, уже достаточно. Я все недосоленным делаю. Вы, если хотите, можете чуть-чуть присолить морковочку, яйца. Но я думаю, если вы будете делать с майонезом, то майонез дает свой вкус и соль уже не нужна будет. Вот аккуратненько закрываем края. Заливаем это аккуратненько, чтобы было красиво. Если это вы делаете не для себя, а для гостей. А теперь мы возьмем меленькую терочку и желточек этот аккуратненько будем как бы посыпать сверху на этот салатик. Ну вот, собственно, и все. Наш салатик готов. Вот он выглядит сверху. Видите, желтая она белая, напоминает мимозу, поэтому его и назвали мимоза. А вот с бочков, видите, как он выглядит хорошо. На данный момент я его поставлю в холодильник, закрою крышечкой и пусть пока стоит. Потом, если вы уже надумаете его кушать, то просто вот так ложечкой берете слой, как бы отрезаете, чтобы все слои захватить. И все в тарелке перемешаете. Если вы делаете это для дома, для себя, то в принципе можно все это взять и перемешать ложкой. Это уже делайте на свое усмотрение, как вам нравится. Ну, у меня пока сейчас так подстоит, потом я перемешаю и буду есть все вместе. Кому понравилось мое видео, кому было интересно, полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...